Так, ну вот, значит, в прошлый раз мы с вами обсуждали, то есть ввели такое основное операторное тождество и дальше получили теорию монетов, дальше посмотрели законы сохранения. Вот связанная с этим тема, которую невозможно, так кажется, обойти, ну то есть как-то глупо вывести эту тождество и обойти эту тему, это так называемая формула гомотопии, формула гомотопии. Давайте такой общий заголовок сделаем. То есть речь идет о том, можно ли данную систему дифференциальных уравнений представить как уравнение Лагранжи для некоторого лагринджиана, то есть перейти к, скажем, какой-то там вариационной лагранжевой формулировке этих уравнений. Вот, ну вот этот вопрос мы сегодня обсудим. Итак, значит, давайте некоторые вещи я выпишу, которые у нас в прошлый раз были. Вот, которые нам понадобятся. Значит, вспомним вид оператора производной фреши. Еще раз. Итак, значит, вот производная фреши для дифференциальной функции по направлению W. Значит, если как бы раскрыть, ну, да, тут вот я поставлю индекс альф, который характеризует номер этой функции. Вот, так это будет, значит, D, O, B, T, S, F, A, T, N, D, S, W, D, S. Вот, то есть вот это будет производная фреши. Ну и отсюда можно ввести оператор производной фреши вот таким образом. Сказать, что это некий оператор, который действует, ну, то есть действует он на вот эту вот функцию WB. Ну и тогда, значит, оператор производной фреши, вот, это вот что такое, значит, смотрим просто на это выражение, записываем его. Вот, значит, оператор производной фреши. Ну, значит, давайте вот для этого оператора получим сопряженный оператор, ну, вермитовый сопряженный оператор. Вот, для этого нам понадобится основное операторное должность, я снова его запишу. И, значит, из него потом буду что-то получать. Так, значит, оно у нас записывалось, ну, в таком виде. В таком виде. В, D, S, D, S. То есть, бралась вот такая вот сумма, здесь сумма идет по вот этим мультииндексам, ну, и видно, что, как бы, откуда вот это выражение как бы вытекает. Вот, есть такой кусочек, вот, производной фреши, да, он умножается на какую-то функцию, бывает. Значит, мы показывали в прошлый раз, что это можно записать таким образом. Значит, во-первых, так называемый, ну, условно говоря, дивергентный член, да, то есть член, связанный с полной производной. Я его субботу пишу. Так, нет, это неправильно началось. Так, вот, 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 вот. Так, вот такой вот дергетный член. Плюс вот такая. Соборная, будем соединять к степени S. D, S, D, S, D, S, D, S. Вот, ну или то же самое. То же самое. Ну, в таком виде, значит, вот этот вот дегретный член без изменений, а вот эту вот, последнюю сумму, ну или последний ряд, вот этот формальный. Мы, значит, просто как бы дифференцирование, которое тут написано в явном виде, проводили, ну как бы, то есть, ну как по формуле дифференцирование и суммирование проводили. И тогда там получалось немножко другая что-то. Вот, ну вот, я ее запишу. Ну вот, так ли да так. Так ли да так. Так ли да. То есть это, я просто напомню, да? И формулу, которую у нас сегодня были в прошлый раз получим. Так, ну вот, теперь давайте, значит, получим сопряженный оператор. Значит, ну, правило, по которому мы его будем получать. Вот, как бы, общее, как бы, определение, что такое сопряженный оператор. А если у нас есть оператор, сколько там А, в альфа, в альбета, да, то сопряженный оператор, это что такое? Ну, это оператор был сопряженный. Да? Для всех А, в альфа и бета. Так. То есть, ну, ну, давайте я, значит, когда я переверну, то по правилам, конечно, должно появиться еще комплексное сопряжение. Ну, у нас, поскольку так смысла в этом особого нету, ну, то есть, если надо, там, комплексной функции, то, конечно, его надо писать, но мы его писать не будем, потому что это у нас, как бы, полночание действительной функции. То есть, вот мы, как бы, вот к этому оператору, вот, к оператору производной фрише, сейчас запишем, как выглядит сопряженный оператор. Как выглядит сопряженный оператор. Значит, для этого мы должны взять скалярное произведение. В, альфа, вот, ну, дальше у нас вот этот вот оператор, а этот оператор, значит, F, альфа, вот эта вот крышечка. Ну, надо подставить, то, что тут есть скалярное произведение, это интеграл в некоторой области. Вот. 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 Вот это вот выражение. Вот. 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 Ну, и, согласно, можно воспользоваться вот этим вот тождеством, которое у нас тут записано. И тогда, что это будет такое? Я не буду подробно записывать вот этот член дивергентный, да? Вот. Ну, сейчас объясню, почему. Итак, значит, интеграл, по-моему, есть уже D3, соответствующее появляется увеличение, да? Плюс, ну, а вот этот интеграл уже напишу. Ну, вот, скажем, в двух формах, вот в этой и потом еще в этой. И так, значит, вот здесь у нас вместо W, вместо W у нас стоит Wβ, да? Всегда будет. А вместо W будет стоять Wβ, так? Вот, пользуясь этим правилом, ну, вот посмотрите, да? Вот, видите? Вот это вот то, что было у нас W, вот, в операторе производства пишет Wβ, значит, ну, W, значит, Wβ. Так, W, это Wβ. Ну, мы должны написать вот так, вот это, поэтому если единица в степени S, Wβ, вместо W я пишу Wβ, Ашмир, Ашмир. Вот так я могу записать, ну, либо, значит, записать это, значит, вот, используя вот эту вот вторую, значит, снова первый интеграл я покажу что-то без подробностей, ну, на втором интеграл пишу подробно, значит, вместо «W», например, «W», 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 «W» «W», 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 «W». Что касается вот этого вот интеграла, значит, в котором есть полная производная, да, то, очевидно, его можно свести, ну, вот эту вот полную производную, значит, свести к поверхностному интеграл, ну, по поверхности хотя бы вдоль направления «К», да, на разных торцах, вот, то есть на единицу у нас уменьшится количество вот этих вот дифференциалов здесь, по крайней мере, вот, и, значит, мы, конечно, предполагаем, что вот такой вот интеграл «ДК», ну, по поверхности «СК», да, вот, вот этого выражения, вот «ДСК», мы, конечно, будем полагать, что это будет ноль у нас в силу граничных условий, для вот этих вот функций «В» альфа-бета, да, то есть там будут входить они сами, производные от них, ну, и, как всегда, вот, как это делается в вариационных задачах, да, мы предполагаем, что это у нас такая задача с закрепленными концами, то есть на границе, на границе, у нас вот эти вот варьируемые увеличения обращаются в ноль. Значит, будем полагать, что это ноль. Тогда у нас появляется возможность записать, то есть вот для этого выражения, да, вот для этого выражения сказать, что вот, ну, проще вот увидеть вот здесь вот, а я же вот здесь пытался, пытаться там не надо, вот, а вот здесь вот сказать, что то, что тут написано, то, что тут написано, это и есть как раз у нас, ну, вот, по этой формуле только без комплексного сопряжения, да, что это будет такое? Вот, это будет Vb, вот, дальше F-крест, ну, как бы, Vα, да, ну, и тогда, как бы, у нас, как всегда, для этого оператора, то есть первый индекс – индекс строки, второй – это индекс столбца, то есть тут надо писать βα, да, βα, вот, ну, и тогда, вот, просто глядя на вот этот интеграл, скажем, это попроще, ну, или глядя вот на этот интеграл тоже можно, можно выписать выражение для вот этого вот оператора. Значит, оно будет выглядеть вот так, как здесь, только надо, как бы, функции Vb и Vα убрать, ну, тогда логично вот эту производную в конец перенести. И еще одно надо заметить, что, видите, верхний индекс, верхний индекс, он совпадает, на самом деле, тут я не написал, прошу прощения, вот, с индексом, вот этим индексом, вот этой функцией, да, а нижний индекс у этого оператора, это будет индекс, как бы, ну, номера, что ли, с огонь дифференциальной функции, видите, то есть тут было наоборот, вот, вот, вот смотрите, Fα, α, да, β, β, так, ну, а здесь, как бы, по правилам определения, что, вот этого нашего оператора, да, где строка это столбец в матрических элементах, у нас, наоборот, должно быть, β, это вот этот индекс, α, это вот этот индекс. Вот, и тогда мы можем написать уже выражение для вот этого сопряженного оператора. для таких грандиозных формул пасхамала, вот, значит, F крест, альфабета, F крест, альфабет, это что такое? Я должен выписывать всего вот этого выражения. Минус единица, T плюс R, C, T, T плюс R, дальше D, R, D, R, D, U, T, R, R, U, D, R, ну, и теперь расставляем индексы. Альфа, β, значит, α внизу, β, вот здесь, вот. Ну, можно записать выражение для этого оператора, вот, исходя из этой формулы тоже, да, то есть я воспользуюсь этой формулой, она, как бы, более такая, ну, в операционном смысле более наглядная. Почему? Тут вот действие на α, оно вот стоит как сомножитель, да, то есть это производная. И поэтому тут вот последний сомножитель, вот, как бы действует на все, что справа. А вот эта производная, она, конечно, действует на то, что в скобках, да. Вот, ну, если пользоваться вот этой формулой, тоже можно записать, но видите, вот эта производная, она будет действовать уже как оператор. Вот, ну, давайте запишем с помощью вот этой формулы. Так, тогда я вот это сюда соберу и запишу, что получается. То есть я переписываю вот это вот все, ну, вот уже таким образом. Оно соединится в степени s, d, вот эта s, она уже действует, ну, в смысле вот такого операции, да, и все остальное. А все остальное, это вот что такое, d, u, так, да, надо писать пока это, надо писать вот так вот, а потом соображать, что bt – это функция, а i – это функция. Ну, то есть вот можно записать и вот так вот, этот сопряженный оператор. Так это просто будет оператор сопряженный оператору производной решения. Так, ну и теперь, собственно говоря, переходим к самой формуле гомотопии, формуле гомотопии. Так, о чем идет речь еще раз? Пусть у нас есть система дифференциальных уравнений. Пусть есть система дифференциальных уравнений. Значит, система дифференциальных уравнений. Спрашивается, спрашивается, существует ли, существует ли, лагранжа, 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 такой что, такой что, а вот, значит, е альфа, эль, у, будет равно, равно нулю, и, значит, тогда у нас равно нулю будет. Ну, то есть соответствующее уравнение – это будут уравнения лагранжа, для этого лагранжа. Ну, какие это дает преимущества, понятно, да? То есть мы имеем один подход – это дифференциальное уравнение, а можем свести его к другому подходу. Вот рассмотрение лагранжа, а, значит, действие, а, значит, там с этим действием, с лагранжа нам связаны какие-то свои методы рассмотрения задач. Ну, допустим, интеграл по траекториям, да, там же действие нужно, вот, с помощью этого действия нужно что-то там… Ну, с помощью интеграла нужно что-то вычислять, вот, своя техника, там, свои подходы, вот, может быть, и то самое. Ну, и, кроме того, сам оператор лагранжа имеет какие-то свои свойства, не оператор этот самый, лагранжа, он имеет какие-то свои свойства, да, и, значит, тоже, глядя на него, можно что-то говорить о системе, там, да, и так далее, вот, то есть преимущества есть. Так вот, ответ на этот вопрос звучит таким образом, значит, существует ли, мы считаем, что это вопрос, ответ на него, говорится, да, если, если f альфа бета равно f крест альфа бета. То есть, да, если, как бы, оператор, то есть, если оператор производных решений построен с помощью вот этих вот уравнений, это самосотряжённый, или эрмитово-сотряжённый оператор, да. Вот, и в этом случае, вот, если это так, оператор, вот, опять оператор, просто лагранжа, он даётся формулой, которая и называется формулой гомотой. Так, я её сначала поподробнее напишу, потом покороче. Итак, оператор лагранжа, вот он выглядит таким образом. Ну, хорошо, у Сигма, у Сигма карты и так далее, да, будет равно. Лагранжа, у Альфа от Икс, он отыграл нелятые единицы, то есть, вот эта формула, формула гомотопии. То есть, тут стоит, конечно же, сумма по повторяющимся индексам, но в более коротком виде, эту формулу я буду записывать в таком виде, вот, буду рассматривать лагранжа как дифференциальную функцию, вот, то есть, как бы, вот, все эти, все эти зависимости я вот так пишу. Ну, а тогда здесь я пишу это так, у Альфа интеграл от нуля до единицы, F Альфа и это тоже дифференциальная функция, но только теперь она зависит от лямбда от нуля до лямбда. То есть, вот, как бы, дайте мне уравнения, я домножу их на Альфа, просуммирую, проинтегрирую по лямбдой, и выражение, которое получится, будет лагранжа. Ну, теперь давайте покажем, что это действительно так. Так, ну, хорошо, значит, что мы должны сделать? Мы должны подействовать на лямбда оператора рейлера. Итак, действуем оператором рейлера, ну, учитывая, что тут у меня суммируется по Альфу я возьму с бета, подействуем. Значит, вспомним, что такое оператор рейлера и подставим под рейлером. Ну, оператор рейлера – это вот такая, такой оператор, он соединится в степени S, D, S, D, U, B, S. То есть здесь идет у нас суммирование по вот этим мультииндексам, а бета – это тот индекс, который далеко от оператора рейлера. Подставляем. В этом операторе удобно выделить член, у которого нулевая есть производная, то есть S равно нулю. Почему? А потому что здесь у меня вот стоит как раз у альфа, то есть без производства, само у альфа удобно выделить. И все остальные слагаемые. То есть я напишу что-ли вот так вот. Значит, я аккуратненько напишу сначала D, U, B, а потом дальше сумму от единицы и до бесконечности. Значит, я здесь явно вот эту сумму запишу. S от единицы до бесконечности, единица в степени S, D, S, ну, единица, да? А, нет. Словно единица, порядок у нас. Мы возвращаем S. Так, вот этот должен писать. Так, это я писал. Ну, и дальше пишем. Вот. Действуя первым слагаемым, оно подействует сначала на вот этот со множителя, а потом будет действовать на этот со множитель. Вот. То есть я получу, соответственно, два со множителя. Когда я подействую вот здесь вот. Как снять? Так. Этой производной я подействую на вот этот со множителя. У меня что получится? Ну, в этой сумме у меня останется только слагаемое с альфа равно бета. Понятно? Вот. То есть вот результат будет такой. Понятно, что единица, производная в этом случае будет точная. Тендрал Fb здесь лямбда U, D лямбда. Вот что останется. Ну, а дальше. Дальше. Плюс у альфа. Интеграл у меня в единице. Здесь у меня будет D у бета. Значит. Интеграл Fb. Ну, это я, значит, действие первого слагаемого записал. А дальше весь ряд у меня будет действовать. Ну, опять же, видно, как он действует. То есть вот у меня вот эта вот производная. Когда у меня здесь S уже равно единице, да? То есть начинается с первой, потом вторая производная, третья производная. Значит, вот этот оператор, он будет действовать только на функцию F альфа. А вот оператор полной производной, он, конечно, будет действовать и на U альфа, и на это. То есть он не пройдет туда за знак интеграл. Вот. Ну, значит, тут будет сумма по S от единицы до бесконечности, минус единицы степени S. Дальше вот это будет идти D, S. И вот это все будет действовать на U альфа, потом интеграл, потом D, U, β, S, F альфа, λ, U, λ, сколько закрывается. Вот так получается. Так, ну, значит, сначала отдельно рассмотрим вот это вот первое слагаемое. Первое слагаемое, как его можно, то есть, что оно дает. Так, ну, ладно, теперь все сделаем. Итак, значит, я воспользуюсь... Ну, некоторым творчеством я его запишу. Рассмотрю вот такое выражение. Лямбда умножить на производную D, F альфа по D лямбда. Значит, вот, просто как бы пришло его. Ну, с потолка. Вот, почему его. Дальше понятно. Итак, значит, если я вспомню, что у меня F альфа это дифференциальная функция, вот, то, на самом деле, вот эта производная по лямбда, она подействует на многие-многие переменные этой функции, да? Вот, то есть, вот, возникает, что ли, такая сумма частных производных, ну, как сложную функцию. Вот, и это будут производные вот по таким переменам. Лямбда, вот, в этом. Ну, а дальше, значит, я должен... Ну, что сделать? Так. Что я делаю? Я, значит, неправильно. Давайте-ка я сейчас немножко поправлюсь. Вот, значит, тут же у меня индекс бета. Да, я почему-то начал писать индекс альфа здесь. Вот здесь бета, вот здесь бета. Так, а тогда индекс суммирования у меня в виде альфа освобождается. Вот, и я его, значит, имею право по этому выражению писать. Значит, почему? Вот в этом выражении же у меня нет индекса альфа, да? Могу писать. Так, значит, лямбда. Вот так это надо делать, да? Ну, а дальше мы что видим? Мы видим, что это и это сокращается у нас. А здесь у нас остается у альфа-с, да? Вот, то есть получается вот так вот. Д у альфа-с, это есть не что иное, как д-с от у альфа-с, правильно? Вот это вот у альфа-с. Ну, а тогда это что такое? Это, на самом деле, оператор производной Фреша, да? Применённой функции у альфа. Вот. То есть это у нас есть вот что. Ф бета альфа, ну, зависит от у альфа. Это операция производственного решения. С одной стороны. Вот. С другой стороны я могу вот это вот выражение, которое у меня тут записано, проинтегрировать по лямбде. от нуля до единицы. Итак, я интегрирую от нуля до единицы. Вот так вот мы уже записали. Ну, конечно, напрашивается, что здесь, интегрирование по частям, правда? У нас есть производная по лямбде и д лямбде, да? Ну, давайте проинтегрируем по частям. Это что будет такое? Неинтегральный член в пределах, значит, от нуля до единицы. И минус, ну, дальше будет функция fb, а д лямбда по д лямбде это единица, да? Значит, это будет просто интеграл для д единицы. fb, а д лямбда по д лямбде. Ну, вот в этом слагаемом мы, конечно, узнаем то, что у нас есть вот здесь вот. Появлялась у нас и действие оператора Эйлера, да? Вот эта штука. Это то, что нам надо. Значит, здесь мы имеем право подставить ноль и единицу, ну, то есть есть такая возможность. Когда единицу подставляем, что тут будет? 1, а здесь без лямбды, да? Все лямбды превратятся в единицы. Когда мы ноль подставим, за счет вот этой лямбды пропадет, да? То есть у нас получится так. fb, u, минус вот этот вот интеграл. Ну, а, значит, я интегрировал то вот это вот выражение лямбда в это под лямбда. А мы выяснили, что это действие оператора Фрише, да? То есть я имею право теперь проинтегрировать вот это и сказать еще, что я на самом деле интегрировал вот это вот в это. И тогда я могу вот этот вот интегралчик вытащить отсюда, видите? Чему он будет равен? Он будет равен моему, значит, вот моей дифференциальной функции, минус вот этот интеграл от, значит, операторов производных решений, которые действуют на функцию r. И тогда я, значит, могу продолжить вот эту мою выкладку. Вот здесь вот мою выкладку я продолжаю. Значит, ну, как я ее продолжу? Значит, вместо моего вот этого интеграла я, конечно, подставлю то, что получится из вот этого равенства. И второе. Вот здесь у меня стоит, смотрите, какая сумма. Сумма по s от единицы минус единица в степени s dds, да? А вот это вот слагаемое, посмотрите, это как слагаемое с s равным нулю, в принципе, да? Минус единица в степени s, минус единица в степени, ну, единица будет. А вот эта производная, ну, производная у него в порядке, ну, то есть я ничего не делаю. То есть на самом деле вот эти два слагаемых я объединяю просто в сумму по s от нуля до бесконечности, ну, значит, просто я ее не пишу, а просто пишу вот. То есть вот что я сделал. Итак, значит, вместо этого выражения я пишу, то есть равно, это перенес сюда, это сюда. Значит, это будет f β на u и минус и дгралл. Вот на этой единице. f операторе в степени шеи, βαλλλλλλλ. Записал вот это. Ну, а вот это вот просто записываю как вот уже, ну, просто вот это выражение. Сумма. У меня есть в виду, что суммирование по всем. д, значит, здесь. Ид, значит, здесь. Он output hacerlo где-то и минусы. и скобка закрытая. Теперь, конечно, последний шаг, естественно, мы должны вот это выражение, суммирование с вот этим множителем и вот этого альфа, мы можем внести под интеграл. Интегрирование по лямбда, ну а это как бы константа, это все постоянные члены, имеем право все это внести под интеграл и тогда в этом интеграле мы узнаем вот это выражение. Мы узнаем, конечно же, сопряженный оператор, вверх-пряженный решет. Вот точно сделаем. У нас получается, ну давайте, может, я еще раз это напишу. Поехали. 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 такое выражение fbq плюс ну и тут можно писать интеграл от 0 до единицы видно что у меня вот идет с минусом оператор производной фиши и с плюсом сопряженный оператор значит индексы как бета вот этот индекс это верхний индекс у сопряженного оператора альфа нижний значит это действует это все на альфа вот окончательное выражение ну и дальше вот то утверждение которое шла речь вытекает все это то есть если альфа бета то есть чтобы понять можно ли записать данную систему дифференциальных уравнений в виде системы уравнений лагранжи для некоторого лагранжиана надо проверить является ли оператор соответствующий построенный с помощью этой системы уравнений эрмитово сопряженным раз а второе воспользоваться формулой гомотопии если да то воспользоваться можно формула гомотопии построить лагранжиан разумеется как бы ну к этому утверждению надо относиться ну наверно правильнее так что ну давайте это в виде проблем или проблем запишем то есть утверждение звучит таким образом данная система уравнений допускает свою запись то видит вот это система уравнений лагранж если можно на самом деле построить с помощью этой системы уравнений эрмитово сопряженный оператор производных решений что это значит я записал f1 и и смотрите вот если несколько функций у меня есть и несколько уравнений то что тогда получается а какое уравнение идет первое какое второе какое треть если их несколько каких написал что это первое это второе это треть а там все функции ходите 1 2 3 в каждое уравнение какой считать первым какой второй каком-то третьим да потому что первое уравнение мы согласно нашей формы а должны умножать на вот ведь первое уравнение отомножается на первую функцию 2 на 2 3 на 3 а какое уравнение первое оно должно домножаться на первую функцию а какой из них первое три варианта есть то есть построение как бы ну в случае скажем трех функций сколько там три факториала до 6 6 вариантов ну да 6 вариантов построение то есть вот если из 6 вариантов есть как бы самосопряженный вот такой вот вариант туда значит допускает агранду формулировку вот ну и разумеется есть еще одна причина вот эта проблема это первая нумерация первая нумерация нумерация а второе это так называемое калибровочное преобразование то есть на самом деле оператор лагранжа определён с точностью до полной производной произвольной функции вот то есть на самом деле вид лагранжа на единственный в этом смысле есть возможность для калибровочного преобразования давайте значит посмотрим что это за требования на нашем языке так значит следующий вопрос к этому близко всему прилегающий это калибровочное преобразование лагранжа вот это калибровка то есть о чем идет речь на нашем языке утверждение звучит следующим образом оператор е альфа дк равно нулю то есть есть такое операторное тождество операторное тождество выполняется операторное тождество вот таким образом оно выглядит ну докажем его сейчас еще раз у нас есть оператор е альфа дк е альфа дк плюс у Ну, какой-то, бета, к, чтобы иначе должно быть, напишу r, d, u, бета, k. То есть вот есть два оператора, но оказывается, что вот такое их произведение, это тождественное ноль. Это и есть, как бы, возможность для калибровочного преобразования Лагранжау. То есть, видите, если мы Лагранжау добавим член с полной производной, так действие на него оператора Эйлера ничего не даст, то есть это ноль тождественное не даст. Чем это вот такому оператору можно показать. Так, ну, значит, подставляем вот эти вот выражения. Вот, и, значит, что вот такая ноль? Ну, создаются в степени s, r, d, s, d, u, α, s. Значит, действует это на dk. Ну, вот в связи с тем, что у нас операторы эти, конечно, не коммутируют, да, за счет чего? За счет того, что вот в этом-то операторе есть, видите, производная по производным, а в операторе полной производной, вот они, производные сами есть. Поэтому, конечно, коммутировать они не могут. Мы выделим здесь сначала нулевой член в операторе Эйлера. Ну, почему это стоит сделать? Потому что вот как раз нулевой член, он будет коммутировать с оператором полной производной. Да? То есть, можно записать так. d, u, α. Это вот нулевой член здесь. dk. Ну, я так стрелочкой покажу, что, в принципе, переставляется. Да? То есть, dk нет в зависимости от функции. Вот. А потом я должен уже писать, ну, сейчас запишу, потом поясню. Минус. Минус единица в степени s. Вот это выражение я пишу, но в таком своеобразном виде. d, u, α, s. И действует это на dk. Вот. Вот смотрите, как я записал. Ну, как бы сумму, начиная с s равного 1 и до бесконечности. Видите, я записал это в таком виде. Как бы, вот этот мультииндекс, который здесь у меня s написан, да? Я его разбил на два кусочка. l. Ну, один, один настоящий индекс. И дальше снова мультииндекс, но я его опять s обозначил. Вот это, значит, тогда вот s плюс 1 здесь. Я записал как минус единица в степени s. Ну, а вот дальше идет вот это суммирование. Да? То есть, можно так писать. Ну, дальше давайте посмотрим на произведение вот этого оператора. Вот этих двух операторов произведения. Так, значит, d, u, α, l, s. d, k. Ну, что у меня здесь? Ну, я записываю dk. d, u, α, l, s. Ну, а здесь у меня получается dk плюс u, β, k, r. Расписал. Ну, и видно, что опять же первое слагаемое, оно коммутирует. То есть, его можно переставить. То есть, соответственно, записать так. dk, d, u, α, l, s. Плюс. Вот. Ну, а при действии, как бы, ну, вот перемножение вот этих двух слагаемых, ну, даст два, по крайней мере, членов. Первый член получится, когда мы возьмем в явном виде производную, здесь идет у нас сумма, да, по всем индексам, по β и по r, да. То есть, вот эта производная, она даст дельта-символ. β превратится в α, r превратится в s. Ну, потому что здесь идет молчащий индекс, индекс суммирования, а здесь вот s. Вот. Поэтому, значит, получится так. А плюс. Останется, соответственно, производная вот такая. d, u, α, отдельно стоящая, да? d, u, α, s. Вот. Какая производная получится. Ну, а когда мы будем действовать вот этой производной на вот это слагаемое, она просто коммутирует, дальше пройдет. Поэтому плюс u, u, β, r, d, u, β, r, d, u, α, d, s. Вот. То есть, вот она как бы пройдет. Ну и что тогда можно увидеть? Вот если мы объединим первое и последнее, да? Ну, первое, потом слагаем, последнюю сумму, вот эту. То можно увидеть, что у нас как бы вот это вот d, u, α, l, s. Оно как бы прокоммутировалось с полной производной. То есть вот это плюс это, вот это и есть dk. Да? То есть это будет тогда dk, d, u, α, l, s. Ну и плюс, плюс. Плюс. Вот. Ну что я сказал, да? d, u, α, s. Куда мы это должны подставить? Вот сюда вот. Вот в это место. Вот ровно в это место. А так. Еще вот что. Там lg еще. ls. Да, 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 да. ls. Нет, подождите. Здесь s. Сейчас, 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 сейчас. Вот тут вот я должен это умножить еще на дельта символ. Ну его бы лучше писать перед производной. Давайте я помню. Есть такая возможность. Это lk. Вот. Обязательно. l никуда не денется, конечно. lk. Вот. Ну и смотрим, как бы все. Здесь l остался и здесь вот он остался. Вот так вот. Вот так. Этот результат мы подставляем вот сюда. Вместо вот этого. Вместо вот этого. То есть я, как бы, продолжаю тут вот этот равенство. Продолжаем тут равенство. Так, ну, наверх. Пойду наверх. Так. Итак. Я, значит, здесь уже dk перетаскиваю сюда. dk. d u α. Вот. Вот. Вместо. Ну а здесь пишу то, что есть. Минус. Минус единица в степени s. Значит, d l s. d l k. d u α. s. Так. Плюс. d k. Так. Ну вот. Так. Вот она. Д k. d u α. s. Вот что получилось. Равно. Продолжаем. Так. Ну что у нас тут появляется? d l s. Вот. на dk. Это что такое? Ну это полная производная. d, k, l. И дальше как мультивный xs. Ну то есть вот это k. Оно, разумеется, с вот этим оператором полной производной, разумеется, коммутирует. Его вообще можно вытащить как бы, оп, за скобки. То есть я вот это и проделаю. Тогда dk вытащу за скобки, а в скобках у меня будет вот от первого слагаемого d u α, а дальше будет минус единица в степени s, d l s, d u α l s. Вот. Останется. Так. То есть это я что? Это я вот это слагаемое вот с этим. Просто dk как бы у меня вышло за скобки. И еще будет одно слагаемое. Минус, минус. Вот произведение вот этого. Вот этого на вот это. Ну, что у меня тут произойдет? l на k поменяется. Вот здесь вот. l на k. То есть у меня получится так. Минус единица в степени s, d k s, d u α s. Ну вот, вроде я по-честному просто взял и перемножил. И что тогда получится? Вот в этом выражении мы, конечно же, узнаем вот это все. Это что такое? Оператор e α. То есть это и есть оператор или. Вот это вот выражение. Оператор или. А здесь что? А здесь что? Если dk вытащить снова за скобки, это можно как бы отцепить эту производку и поставить ее перед. то останется тоже оператор. То есть у нас получится вот так. dk на e α минус dk на e α. Ноль. Тождественное ноль. Ну вот. Видите, как получается? То есть действительно к лагранжану можно прибавлять любые слагаемые, состоящие из полных производных, произвольных функций. И поэтому оператор лагранжан уже можно переиначивать по-разному. Так. Ну давайте теперь всю эту красивую теорию применим к каким-то конкретным совершенно выражениям. Вот. Значит, рассмотрим волновое уравнение. Ну, разумеется, какое-нибудь попроще возьмем, да? Вот. Волновое уравнение. То есть это будет у нас примеры. И первое это волновое уравнение. Волновое уравнение u t t минус u xx равно 0. Волновое уравнение спрашивается, можно ли это волновое уравнение записать как систему уравнений лагранжан? И как выглядит фабриджан? Да? Вот. Ну. То есть то, что у нас тут написано, это есть наша дифференциальная функция f. Она одна. Одно уравнение. Потому что. И количество функций тоже единицы. То есть у нас вот нет вот этих альфа-бета. у нас всего лишь как бы один матричный элемент. Вот. Попроще немножко. Так. Значит, мы считаем сначала вот этот оператор f. Что это такое? Да? Ну, в нашем случае вот этот вот f. f как бы считаем. Оператор. Равно. Так. Ну, значит, вспоминаем формулу. Что это было такое? Это был у нас d, u, s, f, u. Ну, если как бы у нас было бы альфа-бета, да? То было бы так. Вот здесь вот было бы бета, а здесь альфа. Да? Вот. Вот. У нас оператор. Да. И, спросите, и на d, s, конечно. На d, s. На d, s. Вот. То есть если бы была альфа-бета, то надо было бы ставить эти индексы. Ну, а поскольку у нас альфа-бета нету, они равны индексы. Все просто. То есть считаем, что это такое в нашем случае. f равно. Ну, видите как? Ненулевой вклад даст у нас производная по t. То есть вот s равно t, t. И второй ненулевой вклад, когда s равно x, x. Правильно? От t, t у нас будет единица умножить, ну, а вот здесь останется у нас d, t, t. Дальше от x, x будет минус единица и на d, x, x. Ну, как бы, так если подумать, то результат абсолютно очевидный, конечно. Да? Вот если посмотреть на уравнение, на то, что получилось. Ну, а как еще это нужно будет знать? Вот. Теперь посчитаем сопряженный оператор. Так. При этом пишем форму для сопряженного оператора. Так. 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 Пишем форму для сопряженного оператора. И вот что такое. Это минус единица, п плюс Р, С, П, п плюс Р, Д, Р. d, u, α, b, r, d, b, u, n, d, r, n, d, p. Ну вот, формула для сопряжённого оператора. Но есть и другая, но это будет считабельная. Хотя, может, кому-то будет. Значит, смотрим, какие у нас будут ненулевые вклады. Да, ну α, β снова равны единице. А вот ненулевые вклады, посмотрите, у нас, значит, p и r, две возможности, да, есть. Ну, очевидно, что у нас есть такая возможность. Вот когда p равно tt, ну тогда r должно быть равно нулю. Ну, соответственно, вот это вот минус единица в степени p плюс r равно единице. Дальше c, вот это вот, p плюс r равно единице. Ну, почему? Здесь, потому что минус единица в степени 2. Вот, биномиальные коэффициенты, вот это будет всегда, ну, p, как бы, это tt. То есть, p равно 2, а r равно нулю. c22 единица. Так, значит, дальше вот это вот производная, производная даст нам единицу. Почему? Ну, потому что по второй производной по времени будет дифференцировать. А здесь мы пишем dtt, да? Так, ну давайте я что-ли вклад напишу от этой ситуации. Он будет выглядеть так. 1 умножить на dtt. Ну, и, на самом деле, второй вариант есть еще. p равно нулю, а r равно tt. Второй вариант есть. Тоже связанный с вот этой. Ну, снова у нас все то же самое. r минус единица в степени вкладку sr равно единице. cp вкладку sr равно единице. И вклад как будет выглядеть? У нас снова будет вот здесь вот. А, тут я, может быть, ненаглядно написал. вот, видите, r равно нулю. Давайте вот для наглядности тут вот я добавлю. Вот здесь у нас было d0 от единицы на dtt, да? А здесь будет наоборот. d, теперь r равно у меня tt. tt, но это будет у меня от единицы. Правильно? на d0. Вот такой вот. А это ноль. Это ноль. Понимаете? Ну, и, на самом деле, то же самое по x. Понятно? Успели проследить? Или второй? Ну, вот смотрите, r равно tt. Здесь-то мы всегда дифференцируем p плюс r. Ну, то есть тоже по tt. Значит, будет единиться. А p? p равно нулю. Ну, понятно, что с xx та же самая ситуация, да? У нас есть два варианта. p равно xx, r равно нулю. Либо p равно нулю, r равно xx. В обоих случаях у нас минус единица в степени p плюс r это единица. cp, p плюс r тоже равно единице. Вот. Значит, ну а дальше как бы варианты немножко различаются. Значит, либо у нас вот такое выражение. d0 от минус единицы dxx, да? Либо у нас вот такое выражение. dxx от минус единицы d0. Ну, а это вот. Ну и в результате, в результате, вот этот вот сопряженный оператор, вот сумма двух ненулевых вкладов, вот этого и вот этого. То есть, dpt минус dxx, вот. Правильно, самому оператору. Значит, можно построить оператор ваграмже для волнового уравнения. Ну, давайте его построим. Мы уже, в принципе, его знаем, да? Поверим, как оно выглядит и все. А что мы должны сделать? Вот. Вот она формула домаштопи. dλ, в нашем случае это что такое? l. Ну, действительно, u будет одна. Поэтому будет просто u, интеграл от нуля до единицы. Дальше мы должны брать... Ну, я не, давайте запишу. fλ, u, dλ, да? Мы должны у умножать для интеграла от нуля до единицы. А теперь вместо u, вот, в это выражение подставлять λ умножить на u. Ну, λ это параметр, константа. Поэтому что получится? λu tt минус λu xx dλ, да? Что это такое? λ вообще выходит как бы за скобки, да? А вот эти выражения u tt минус u xx можно вообще за знаки интеграла вытащить, да? Ну, давайте я для наглядности какую-нибудь запишу. u tt минус u xx. А здесь останется интеграл окна у нас от λu dλ. То есть это одна вторая, да? Вот, одна вторая. u u tt минус u xx. Вот он, оказывается, Лагранжа. Но, правда, мы-то знаем, что это же волновое уравнение, да? А там что? Оператор Лагранжа, это что такое? Кинетическая энергия. Минус потенциальная, правда? А здесь как-то не так получилось вроде. Где кинетическая энергия? Надо опять выделить. Совершенно верно. Конечно же, калибровочное преобразование, да? То есть если посмотреть на это дело, вот, и, значит, вспомнить про калибровочное преобразование, то можно догадаться, что, допустим, можно взять по t, полную производную, от вот такого выражения, да? А это у нас будет u t в квадрате минус, плюс, простите, u u tt. Ну, точно так же по x. dx u u x равно u x в квадрате плюс u u xx. Ну и что тогда мы имеем право сделать? Мы имеем право, вот скажем, вот эту производную, чтобы уничтожилась вот эта штука, вычесть, ну, половинку ее, да? А вот эту производную, чтобы вот это вот уничтожилось, прибавить. То есть мы имеем право для оператора Лагранжа написать следующее. Так, значит, у имеем право написать. Значит, одна вторая u u tt плюс u xx. Значит, итак, вычитаем одну вторую вот такого выражения и прибавляем одну вторую вот такого выражения. И получаем, ну, что у нас остается тогда со знаком минус вот это вот, а со знаком плюс вот это вот. Да, со знаком плюс вот это. То есть мы получаем одну вторую, одну вторую, минус u t в квадрате плюс u x в квадрате. Знаком нам оператор Лагранжа, ну, со знаком минус, конечно, но главнее это линейное. Вот, то есть получили, ну, дальше можно действия записать, да? То есть как интеграл по s и по t. Или там, почему, по t только, да? Ну, смотря как понимать. Ну вот, то есть для волнового уравнения получили. Ну, давайте посмотрим другое уравнение. А именно уравнение теплопроводности, например, два уравнения теплопроводности. Уравнение теплопроводности. Вот, снова, значит, считаем оператор, ну, как выглядит оператор производной фрише. Вот, ну, как бы знакомо уже, да? То есть у нас здесь будет производная по вот этой первой производной по времени единицу давать, да? Ну, и она же сама будет в качестве полной производства. Ну, и то же самое. Вот. А как выглядит сопряженный оператор? Итак, f крест. Это есть минус единица, p плюс r, c, p плюс r, d, r, d, u, alfa, p, r, f, b, u, d, u. Значит, ну что, у нас есть вклады от первой производной вот этой по времени, да? Один на второй, со второй производной по x. Ну, что касается второй производной по x, мы его считали, да? Вот этот вклад, вклад от Q, x, мы знаем, что он нам даст. Ну, только что для волнового уравнения считали, правда? У нас он даст минус d, x, как мы знаем, да? То есть осталось посчитать только вклад от первой производной по времени. Значит, а здесь какие варианты есть? Ну, вот снова у нас вот эта первая производная по времени, это вот что такое, да? И, значит, два варианта, два варианта. Первый вариант такой, p равно t, r равно 0. А второй вариант это, p равно 0, а r равно t. Вот так можно породить. Значит, в обоих случаях у нас минус единица в степени p плюс r. Это, конечно же, минус 1, да? Потому что при единице, это вот так. Дальше, геномиальный коэффициент cp, p плюс r. Ну, здесь либо 0, либо единица, а здесь всегда единица. В обоих случаях единица. Так, ну и, значит, в первом случае у нас выражение будет тогда выглядеть как. Минус, дальше d, 0. Производная сама вот нашего уравнения даст нам всегда единицу, да? и умножить на d, p, а на t. Ну, то есть это будет минус d, t. Во втором случае это будет минус d, t. Ну, потому что r равно t. Отчего 1 единица на d, 0. Ну, то есть это 0. Ну, и тогда f крест, это будет равно вклада dt минус d, t минус d, x, x. Ну, вот. Смотрим. Оператор не является. Значит, у нас армитова сопряженная, да? То есть армитова не является. Всё, значит, лагранжан построить нельзя по формуле гомотопии, по крайней мере. То есть воспользоваться нельзя. Ну, можно, конечно, брать там другие уравнения, типа уравнения лапласа там и так далее, проверять, в общем. Ну, всё это, если хотите, построите. Там всё очень просто. Всё на сегодня тогда, да? Что за название гомотопия? Гомотопия. Ну, то есть тут как бы идея гомотопии в чём? В том, что мы как бы непрерывно преобразуем что-то, да? Одно в другое. Гомотопия, да? То есть однородно. Ну, тут вот, как бы, как бы, мы, видите, как, уравнение само по лямбда, там, по параметру интегрируем. Да? То есть мы как бы берём много-много уравнений и складываем, вот. И это всё объединяется. Раз. Гомотопия. Наверное, отсюда как-то всё получилось. Так. Всё? Да, ладно. В следующий раз. В следующий раз.